Израильская зима Сегодня мое видео будет про город Натанию, а в частности улица Соколов, на которой я живу. На моей улице, оказывается, много достопримечательностей, которых я даже не сильно замечаю, потому что уже давно тут живу и каждый день прохожу. А сегодня все по порядку, я вам расскажу об этом. На этом перекрестке можно увидеть, как заканчивается город Натания. Наша улица практически самая северная, а дальше уже начинается деревня Абиха. Дальше выезд на трассу. И вдалеке видны горы. Это арабские горы, в которых уже не Израиль, а палестинская территория. Вот такая узкая полоска Израиля. С этой стороны граница, а с другой стороны уже полоса моря. Улица названа по фамилии Нахума Соколова, польского писателя, который был лидером сионистского движения. Его звали, скорее всего, Соколов, но улица называется Соколов. Так же, как мы говорим, город Натания, а некоторые называют ее Нейтаньян. Вот в этом доме когда-то много лет назад, уже, наверное, 10 лет назад, приехали и поселились мои бабушка с дедушкой в квартире моего дяди. Раньше перед их домом был большой пустырь. И там останавливались машины и грузовики. А теперь посмотрите, как все застроилось. Застроился сначала один дом, весь покрытый мозаикой. А с общей стеной мы видим новый дом, уже с гранитной плиткой. Как, например, и этот дом у Наши Мореца. От соленого морского ветра спасают только это гранитное покрытие. Давайте пройдем дальше. А вот и наша новая школа, в которой учится Келлин. Действительно красивая, особенная школа. Внутри все сделано настолько по-современному и очень уютненько. Нам очень нравится эта школа. И это, конечно, история для отдельного рассказа. Но что еще плюс, что рядом с нашим домом. А вот и наш старенький домик. Нам, конечно, очень повезло с этим домом, потому что у нас всегда красивый вид на дома. На новые красивые дома. А им не очень повезло. У них вид на старый. Наши дома сейчас подходят под проект реновации. Наши дома будут разрушены, а на их месте построятся два или четыре дома высоченных, примерно в 20 этажей. Но ждать нам этого еще очень долго. В Израиле мусор сортируется по контейнерам. Вот, например, для пластика, для бумаги, для обыкновенного мусора, для одежды, для стекла и даже там, вдалеке, для картонов. Напротив нашего дома находится почта. Муниципалитет решил, что надо построить маленькую почту. Поспорить в старинности с нашим домом может только вот этот колодезный дом. Это то музей, которому уже около 100 лет. Это первое здание, сохранившееся в Натании, когда еще Натания даже не была городом. Внутри находится колодезь. Первые жители использовали для поливания апельсинов, которые выращивали раньше на этом месте. На пересечении улиц находится дом престарелых. Из-за того, что в Израиле мало земли и она очень дорогая, происходят вот такие вот абсурдные ситуации, когда один дом стоит буквально впритык к другому. Это, конечно, совсем не комфортно, но в данном случае и тут квартиры очень дорогие, как и везде в Израиле. На этой улице находится уникальный в своем роде ультра-абсурдон. Это ортодоксальный район евреев, выходцев с Польши, которые говорят только наидиш. И когда сюда попадаешь, то просто удивляешься, как будто ты попал в другую страну. А за этим районом находится местная больница, где я еще и родила своих двух деток. Это одноэтажное здание называется «Капля молока». Тут проверяют развитие ребенка до двух лет и делают все нужные прививки. Вот мы и дошли до улицы Ницца. Улица полностью проходит вдоль моря, и отсюда видно все самые северные пляжи Натании. Это ревьюзный пляж. Он полностью отделен мужчиной от женщины, специальной перегородкой и от всяких тоже взглядов. Это не скрытая реклама. Я просто хотела сказать, что люди, которые уезжают по каким-то причинам с Израиля и уезжают в Америку, в Канаду или в какие-то другие страны, как ни странно, очень сильно скучают по вот этой бамбе. Это палочки из орехового масла, если я не ошибаюсь. Но это очень-очень популярная еда для малышей и для взрослых в Израиле. Не знаю, если вы заметили, но будки для электричества разукрашиваются местными художниками кто на что гораст и на разные темы. Это вода, где вы можете набрать бутылочку и напоить еще и свою собачку. А также весы, чтобы всегда быть в форме. Субтитры создавал DimaTorzok В Израиле много любителей и защитников кошек, поэтому им тут живется комфортно. Тут есть спуск к морю, но летом, когда спускаешься, это не так тяжело. А вот подниматься, когда уставшая жара, это уже немножко потяжелее будет. Весь этот путь мы сделали с вами пешком. А теперь давайте проедем на машине и поймем, как это быстро доехать до моря. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok